МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новом доме все для них. Шумный пляс, тихий час, сказки, песни и рассказ. На столинчине в деревне Рубель накануне первомайских праздников открылся новый ясли-сад. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Анатолий Лис. По делам и награды. В рамках празднования Первомая лучшим из лучших труженикам Берестейского края было присвоено высокое звание Человек-года. Церемония награждения прошла в городском парке областного центра. Пример любви и взаимопомощи, когда узы брака не становятся цепями, а превращаются в тонкие золотые нити духовного родства. Секреты семейного долголетия от золотых юбиляров супругов Птичкиных. Юбилейный тур украинской группы «Океанельзы» по Беларуси. Все буде добро. Музыканты презентовали Брестской публике настоящее шоу. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В Беларуси среди десятков других есть такая традиция – в преддверии больших праздников или значимых дат дарить подарки. И речь идет не о простых презентах. Чаще всего в эксплуатацию вводятся новые социально значимые объекты – детские сады, школы, больницы или инфраструктурные составляющие. Богатый на красивые даты май – отличный повод для притворения традиции в жизнь. На Брещене почин сделан. В деревне Рубель Столинского района было торжественно открыто новое учреждение дошкольного образования. Наш корреспондент Анастасия Стробко расскажет подробнее. Большое новоселье в одной из самых больших белорусских деревень. На текущей неделе в деревне Рубель Столинского района в новое здание переехали воспитанники и коллектив учреждения дошкольного образования «Ясли сад номер 2». Торжественная церемония открытия собрала не один десяток человек. Ведь это не просто ожидаемое, а долгожданное событие. Почти 9 лет садик работал на базе школы, где, конечно, тоже были созданы все необходимые условия. Однако, и это подтвердит любой, своя территория – совсем другое дело. А потому день открытия стал настоящим праздником. Мы чувствуем себя комфортно, тут очень красиво, уютно, особенно для детей. Дети очень счастливы и рады. Ну, наши планы – творить так, чтобы было для детей безопасно и комфортно. До торжественной церемонии открытия у малышей уже было несколько дней, чтобы обжить новые площадки для игр, еды и отдыха. Как само здание, так и мебель, весь инвентарь и игрушки в нем новые. А значит, у ребят было чем занять свое время, вживаясь в роль маленьких хозяев большого дома, в котором, к слову, им все по нраву. Скажи, пожалуйста, как ты можешь описать свой новый детский сад? Он какой? Большой. Светлый. Все будет уютно. Здесь очень весело. В большой семье Светланы Пашкевич четверо сыновей. Старшие уже учатся, кто в вузе, кто в школе. А потому на торжественной церемонии открытия сада, куда ходит младший Андрей, быть не смогли. Однако, по словам Светланы Васильевны, в их большой семье все очень рады такому событию. Тем более, что Андрюша, как его ласково называют родные, ребенок особенный. Комфортность, условия пребывания для которого играет большую роль в улучшении его самочувствия. Детям, конечно, здесь будет комфортно, будет удобно, тепло. Да, и воспитатели здесь очень хорошие, поэтому они заслуживают такого садика. Я думаю, и дети, и воспитатели, и все мы. Эмоции это, конечно, били через край, потому что у нас в деревне такого здания нет. Настолько добротно все, красиво, с любовью, вот просто со вкусом все сделано. Такого я не видела, чтобы это было вот здесь, у нас. Какое новоселье без подарков. В этот день их дарили и гости, и дошколята. Малыши рассказывали стихотворения, пели песни, вручали присутствующим цветы. От руководства области новому детскому саду подарены компьютеры. Однако, самый главный подарок, без сомнения, самое современное и комфортное здание, которое сможет стать вторым домом еще не для одного поколения маленьких жителей деревни. Я прошел по основным группам, и мне кажется, что качество довольно хорошее. Материалы применялись, естественно, наши, белорусские, оно так и должно быть. Строители поработали качество сегодня, но они еще будут в течение нескольких лет нести ответственность за то, что если где-то что-то не произойдет. Поэтому при хорошей эксплуатации этот объект, я думаю, что будет достаточно долгое время работать, и будет приятно здесь как деткам нашим комфортно, так и воспитателям и нянечкам работать в этом учреждении. Всем будет хорошо, и родители будут спокойны, что их детки досмотрены, в тепле. Я считаю, что все нормально. Полесье всегда по праву считалось краем людей трудолюбивых и очень гостеприимных. И если трудолюбие в большей мере вопрос воспитания, то гостеприимство здесь, видимо, впитывают с младых лет. Хороший пример. Маленькие хозяева большого дома, лишь недавно переступив порог нового здания, уже весело принимали многочисленных гостей и по их собственному признанию всегда рады новым. Тем более, что теперь места точно хватит и на праздничный стол, и на веселые игры. С обречем запрещаем! Донат! Подарок маленькие столинцы, да и их родители получили замечательный. Можно позавидовать. По-доброму завидовать можно и новоселам Ленинского района города Бреста. Накануне 1 мая 78 семьям были вручены ключи от новеньких квартир в доме по улице Генерала Благовещенского. Примечателен тот факт, что в числе счастливых обладателей многодетные семьи и семьи, проживающие в общежитиях и на съемном жилье более 10 лет. А еще этот дом строился по государственному заказу. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с новоселами, а также убедиться в том, что дом построен с особым качеством. Лариса Осмолович продолжит тему. Илья Павшук уже обследовал квартиру и знает, где и что будет располагаться в собственной отдельной комнате. Все продумал, пока мама с папой проверяли качество работы строителей. Но доволен не только старший сын, но и родители. Желание у счастливых новоселов одно – быстрее заселиться. Можно поставить рабочую зону. И что в рабочей зоне включается? Компьютер. Вот тут компьютер на уголке, а там будет стол, где писать можно уроки. Уроки. Прямо взгляд на все продумал уже, да? Да. А спальное место где? Вот и там. Вот там, да? Да. Диванчики или нет? Да, что у тебя там? Не знаю. А украшать комнату кто будет? Мама или сам? Сам. Сам? Да. И убирать будет сам? Да, я просто буду убирать. Ясно. Как тебе квартира? Хорошая. Быстро получили где-то… Вот мы в апреле подали документы, и 24 апреля у нас жилье год. Ну, то есть получается вот… Совсем быстро. За год, да, очень быстро. Будем, планируем сразу, как оформит банк кредит, мы сразу заселяемся, потому что живем на съемном жилье, тяжело с тремя детьми. И вот наши планы быстрее. Пускай даже какой-то месяц второй будем на коробках, но зато уже в своей квартире. Как качество хозяйства? Знаете, очень понравилось. Ремонт хороший, аккуратный, достаточно. Я считаю, очень хорошо, что сейчас начинают делать квартиры с ремонтом. В Ленинском районе города Бреста на очереди 10,5 тысяч людей, имеющих право по категориям на получение жилья с льготным кредитом. Домов в областном центре по новым правилам, то есть по государственному заказу, строится 5. И это первый подобный дом, введенный в эксплуатацию в Ленинском районе. Счастливыми обладателями ключей от долгожданных квартир стали 78 семей. Мы собираем людей для того, чтобы привезти жеребьевку, то есть, скажем так, чтобы каждый вытянул заветные этажи. Ну и непосредственно уже после жеребьевки будем включаться активно в работу, будем кредитовать. А что касается непосредственных кредитов, у нас большая половина членов вот этого, будем так говорить, жилого дома является многодетными семьями. Поэтому это, естественно, у нас государство является приоритетом для запечения жилищных условий многодетных семей. Поэтому, скажем так, вот многодетные, как я уже сказал. И вторая такая массовая категория, которая является застройщиком данного кооператива, это граждане, которые прожили в общежитии не менее 10 лет. Строительная отрасль в нашей стране довольно активно развивается. В сфере строительства жилья начали использоваться не только новые методы возведения домов, но и изменились принципиальные подходы к очередникам. Сегодня строительство по госзаказу касается тех людей, которые и ранее получали жилье с господдержкой через систему льготного кредитования. Сейчас на первом этапе эти льготные кредиты выдаются уже не людям, а управлением капитального строительства. Вот этот дом по госзаказу строится под ключ, под ввод в эксплуатацию УКСом. То есть УКС берет кредитные средства и строит под ключ. А граждане уже после ввода в эксплуатацию фактически выкупают жилые помещения с использованием льготного кредита, ну естественно часть необходимых средств, своих 10% от стоимости квартиры, и фактически происходит выкуп. Это в связи с новым жилищным подъемом? Это в связи, да, это 215 только. И с распоряжениями у президента? Конечно, да, 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 безусловно. Обследовать новенькие квартиры поодиночке не шли, все больше с семьями. Ведь буквально для всех это праздник. Людей можно понять, жить в общежитии или на съемном жилье. Удовольствие не из приятных и не из дешевых. Первые впечатления самые искренние. Качество я еще полностью все не проверил, только зашел. Будем смотреть. Я первую квартиру получаю. Их вообще, наверное, раз в жизни и получают. Поэтому я как многодетный рад этому, естественно. И, как говорится, дареному конил зубы не смотрят. Многодетным она практически бесплатно достается. Среди молодых новоселов и ветеран Великой Отечественной войны орденоносец Виктор Степанович Макаревич, получивший накануне юбилея Великой Победы отдельную жилплощадь. Его слова благодарности такие искренние и такие трогательные. Мы ждали недолго, где-то с 2011 года. Раньше как-то не велось строительство, когда отец был вроде как льготником. Теперь другие условия. Ну, сейчас началось строительство. И вот, допустим, советовали разделить очереди. Он стоял в составе моей семьи. И отец, чтобы один получил. Спасибо властям города, администрации, что они дали такое разрешение в канун дня 73-я Победы. Такой большой подарок преподнесли для моего отца, что он получит свое отдельное жилье. Как бы это радостно для нас детей, радостно для него. Вот это большой подарок и большая радость. И, конечно, благодарим. Он благодарит всегда и руководство. И он говорит, что не знали вы еще лихолетий. Вы сейчас, типа, решите, что так. То есть, в нашем государстве, слава богу, войны нет. Сейчас неплохо, хорошо живется. Хорошо. Я бы не сказал, что плохо все по достаткам. Все есть. Спасибо Лукашенко. Спасибо за помощь, что мне предоставили квартирку. Господи, Боже мой. Спасибо за годы, что я дожил до таких, до 93-х годов. Спасибо Господу нашему. Спасибо. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о интересном, важном и актуальном. Праздник весны и труда отметила Брещина. Крупномасштабные мероприятия прошли во всех регионах области. Но особо значимым событием в этот день стало награждение тех, кто внес весомый вклад в развитие области в 2014 году. В городском парке областного центра чествовали победители соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития, а также тех, кто удостоен звания «Человек года». Дипломы из рук председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса получили заслуженные люди Брещины. В их числе работники медицины и образования, спорта, строители и представители социальной сферы, работники культуры и торговли. О церемонии и награжденных расскажет Анастасия Натрин-Плотницкая в следующем материале выпуска. Первомайские торжества всегда вызывают в памяти самые положительные эмоции, особенно у тех, кто застал времена Советского Союза. Ленты, шары, плакаты и флаги – все символизируют силу труда человека. Первое мае есть множество поводов для отличного настроения. Хорошей традицией уже давно стало торжественное награждение и присвоение почетного звания «Человек года», которое присуждается за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области, а также вручение дипломов победителям соревнования в достижении наилучших производственных показателей. Руководители ведущих предприятий и общественных организаций, работники агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники правоохранительных служб и сферы строительства – все те, для кого каждодневный кропотливый труд уже давно стал образом жизни. Именно эта черта – трудолюбие – отличает жителей Берестейского региона. Конечно, есть проблемы. Но я думаю, эти проблемы все преодолимы, так как у нас много достойных, трудолюбивых, честных людей, которые с достоинством работают каждый на своем рабочем месте. Но сегодня, конечно, необходимо обратить внимание, прежде всего, на экономию материальных ресурсов, трудовую дисциплину, технологическую дисциплину. И все у нас, я думаю, получится. В праздничный день со сцены в адрес настоящих тружеников, верных своему делу профессионалов, звучали слова благодарности и признательности за небезразличное отношение к работе, за терпение и старание, за желание расти и совершенствоваться. Из рук главы области свои заслуженные награды получили те, кто с этого дня приобрел почетное звание «Человек года», а вместе с тем признание и уважение людей. «Награду всегда получать очень трепетно. А это все-таки «Человек года». Во-первых, она и неожиданная, как ты совершенно не ожидал, что такое может быть. Как бы до сих пор еще не осознал до конца, что «Человек года». Я очень прощен этой наградой. Я очень доволен. И на меня, я понимаю, что лжица большой груз ответственности. Проблем в моей работе, в моей сфере достаточно. Поэтому буду сильно дальше работать и исправлять ситуацию с подростковой преступностью у нас в городе». Отдельной графой в списке награжденных идут победители соревнований за достижения в 2014 году. Наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития региона. Традиционно в числе лидеров – представители агропромышленного комплекса и предприятий, на производствах которых используется сельскохозяйственная продукция, овощеводство, растениеводство, мясомолочная индустрия. В этом году обладателем заслуженного, а потом у не менее почетного второго места стало открытое акционерное общество «Березовский сыродельный комбинат». Предприятие с богатейшей историей, которое сегодня является одним из лидеров молочной отрасли с широким и разнообразным ассортиментом. Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, сплоченный, дружный и талантливый коллектив, постоянное совершенствование производственной базы, современные технологии и высокосортное сырье – вот главные компоненты успеха предприятия. Был такой лозунг давно, что, значит, кадры решают все. Поэтому кадры надо было подготовить. Кадры подобрать, подготовить, настроить, и все получится. 35-40 тонн в день молока сдается на наш комбинат. Достаточно хороших мест. Мест ни в колхозе, ни на заводе, ни в одном свободных нет. Все держатся рабочее место. Достаточно коллектив хороший, слаженный, спаянный. Но это давалось годами, естественно. Впереди еще много непокоренных вершин, которые, возможно, ждут именно берестейцев – трудолюбивых и настойчивых, упорных и талантливых, мудрых и рассудительных, знающих свое дело. А потому уже сегодня можно говорить о том, что большой список награжденных ежегодно будет пополняться новыми именами, которые обязательно прославят регион не только в стране, но и за рубежом. А праздник труда стал для всех хорошим поводом, чтобы отдохнуть. И уже завтра приступить к своим профессиональным обязанностям с такой же любовью и теплом. Продолжим тему подарков, которые подготовили власти, города для жителей и гостей Бреста. Своебразной площадкой для сюрпризов стал второй плацдарм первомайского праздника – излюбленное место для многих поколений брещан – набережная имени Франциска Скорины. На протяжении более полугода любители пеших прогулок и живописной природы наблюдали за преображением прибрежной полосы в центре города. Постепенно под плакучими ивами появились новые лавочки, пешеходные дорожки и фонари, в свете которых влюбленные парочки уже успели прошептать свои первые признания. Однако на этом череда метаморфоз не закончилась. О первомайских гуляниях на обновленной набережной и о главном подарке расскажет Виктория Драгобецкая. Открытие первого в истории Брестской набережной фонтана, выступления артистов и роликовое шоу. Настоящий праздник подготовили городские власти сегодня для брещан 1 мая. Однако обо всем по порядку. Брестскую набережную наша съемочная группа застала при полном параде и аншлаге. Мамочки с колясками и голодящие дети, влюбленные парочки, семьи и пожилые люди. Все хотели стать свидетелями первомайских сюрпризов, среди которых гвоздь программы «Фонтан», который был установлен еще осенью прошлого года. Символично, что его первые струи зафонтанировали именно 1 мая. Общаясь с участниками праздника, некоторых мы застали предвкушение открытия фонтана, в то время как другие уже успели освежиться под струями, бьющими прямо из-под земли. Сегодня уже набережная выглядит немножко по-другому. Как ваше впечатление? Очень хорошее впечатление. Мы на самом деле здесь с малышом часто гуляем и видели, как набережная преображалась. И душа даже радуется. Хочется, чтобы поскорее включили фонтан. Вот фонтан заработал сегодня первый день. Нравится вам как затея? Да, очень красиво. Мы уже ждали, пока все поремонтируют. И вот как раз можно гулять. Город с каждым годом красивее. Мы живем на этой улице. Очень классно, что на нашей улице сделали такой замечательный фонтан. Водяной цветок. Именно так сверху выглядит фонтан по задумке архитекторов. Кстати, в полную силу больше полусотни струй забили после выступления мэра города Александра Рогачука. В своей речи он подчеркнул, что чувствует себя по-настоящему счастливым градоначальником. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, работа по преображению города продолжается. И впереди брещан ждет еще очень много сюрпризов. Здесь мы начинаем хороший этап. Мы формируем новое знаковое место нашего города. Место, на котором будут проводить свое свободное время тысячи брещан и гостей нашего города. Есть улица Советская. Это уже устоявшийся бренд. Я очень хочу, чтобы наша набережная стала таким же брендом нашего города, чтобы здесь также были художники, чтобы здесь также отдыхали дети, чтобы здесь также выступали уличные музыканты, чтобы каждый брещанин своих гостей города рассчитал за честь после Брестской крепости отвезти в том числе и на нашу набережную. Компания по благоустройству в этом году затронула и площадь перед железнодорожным вокзалом. Буквально в течение месяца коммунальные службы города навели образцовый порядок на этой территории. Сегодня перед главными воротами в город лежит новая плитка и радует глаз яркие цветочные клумбы. Но фишка обновленной площади – фонтан, который заискрился водяными струями в первомайский день. Фонтан, оно красиво, конечно. Фонтан, оно свежесть сразу придает, где-то даже в ту же самую жаркую погоду. Уже фонтанчика присесть, как с моста, вот люди спускаются с вокзала, где-то идут в фонтан, оно и сразу впечатление города получается красиво. Однако вернемся в эпицентр Первомайский торжест, на набережную Франциска с Карины. Кроме долгожданного водяного цветка, около Брестской фонтанки появилась и новая парковка, на которой развернулось зрелищное роликовое шоу. Фигурное катание через фишки, эффектные перелеты через восемь лежащих ребят, наконец, прыжки в высоту более чем на полтора метра. Развлекательная программа также включала в себя выступления музыкальных коллективов, бесплатную прогулку на теплоходе Гродно, мастер-класс по вязанию морских узлов и многое другое. Во время прогулки вдоль береговой линии мэр города пообщался с уличными музыкантами, оценил новые ажурные перила на парапете и в целом благоустройство центральной части набережной. В планах реставрация пляжной зоны отдыха от бульвара Шевченко до клуба юных моряков и установка еще одного фонтана – светомузыкального. Правда, место пока остается в секрете. Моя мечта, я пока не выдам место, где он будет размещаться, все-таки замечательный светомузыкальный фонтан, когда посредством СМС можно задать любую песню, любое сопровождение, и фонтан исполнит вот в таком эстетическом воплощении любые пожелания влюбленного брещанина, влюбленного гостя нашего города. Также в планах реставрация площади и фонтана возле Дома культуры профсоюзов, пляжной зоны в Красном дворе, установка нового колеса обозрения в парке 1 мая, а также открытие музыкальной площадки на главной пешеходной улице в следующее воскресенье. Идей масса, но, как известно, мысли материальны. А это значит, что брещане еще не раз станут светителями метаморфоз в облике нашего пограничного города. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Полвека душа в душу, полвека в мире согласий и любви. Герои нашего следующего сюжета Анатолий Федорович и Валентина Александровна Птичкины отпраздновали 50 лет совместной жизни. Неспроста символом данного юбилея является один из самых ценных и дорогих металлов – золото, олицетворяющий собой все лучшее. Драгоценными качествами обладают и наши юбиляры, которые, в свою очередь, передали богатство души своим детям и внукам. Доказательство тому – подарок, который можно назвать поистине царским. В день 50-летия совместной жизни Анатолий Федорович и Валентина Александровна стали участниками торжественной регистрации – золотой свадьбы. О любви с первого взгляда и секрете крепкого семейного союза расскажет Виктория Драгобецкая. 50 лет прошло с тех пор, когда они, также держась за руки, стояли перед порогом совместной жизни. Он – уроженец Волгоградской области, бравый офицер советской армии. Она – коренная брещанка-красавица, от которой и сейчас глаз не отвести. Кто бы мог подумать, что поводом для их судьбоносного знакомства станут самые обыкновенные носки, которые Анатолий Федорович нашел в одном из отделов Брестского универмага. Не трудно догадаться, что за прилавком стояла его будущая супруга – Валентина Александровна. Год спустя наши герои поняли, что формат отношений пора кардинально менять и сыграли пышную свадьбу в Брестском ресторане. После торжества молодожены уехали на родину мужа, а затем началась череда переездов по месту службы – Германия, Хабаровск и Вильнюс, где они живут и по сей день. Эта пара также очень интересна тем, что они всю жизнь были преданы друг другу, и всегда супруга поддерживала своего мужа, куда бы его ни направили, в каких бы он в войсках ни служил. И вот сам период знакомства у них интересен, как говорят молодежь, любовь с первого взгляда. Вот увидел и сразу влюбился. Они стояли в окружении родных и близких, с нежностью смотря друг на друга. Кажется, ничего не изменилось с тех пор. Все то же трепетное волнение, все та же радость от слов, объявляя вас мужем и женой. Только в качестве свидетелей – сын и его жена. А кольца подавали внуки. В эти трогательные моменты особо чувствительные гости не могли сдержать слез радости за золотых молодоженов. А они, как и 50 лет назад, кружили в свадебном вальсе, в своем первом танце в этот драгоценный юбилей. Секрет крепкой жизни – жена – это артистка, которая должна постоянно играть в роли. И иной раз что-то не слышать, что-то пропустить, где-то подыграть, где-то промолчать. Мы как-то подходим, а на рак я рыба. И мы фактически по характеру сходны. Поэтому у нас нет за всю вот эти 50 лет, у нас не было никогда никакой ругани, ничего. Мы как-то понимали друг друга. Больше я считаю так. Всегда надо улыбаться. И если есть возможность людям сделать добро, значит, надо делать добро. Несмотря на элитные годы, наши герои ведут активный образ жизни. К примеру, глава семьи катается на лыжах и даже имеет спортивный разряд. В то время как Валентина Александровна отвечает за культурную составляющую, любит спектакли, концерты и балет. Пара интересная, говорит Татьяна Семенюк. Несмотря на то, что их жизнь по большей части прошла на чемоданах, в постоянных разъездах, им удалось сохранить любовь и согласие в семье, что уже само по себе великое достижение и достойный пример детям, внукам и правнукам. И действительно, перед каждой парой ты внутренне переживаешь как бы их судьбу. Потому что мы сначала проводим беседы, узнаем про их личную жизнь, про биографию, как они встретились, познакомились. И такое ощущение, что ты переживаешь вместе с ними вот этот период их знакомства, зарождение их семьи, как дальше складывалась их семейная жизнь. Поэтому это всегда волнительно и трогательно, даже для нас, работников органов ЗАГС. Никогда не думал, не предполагал, что я стану свидетелем на свадьбе у своих родителей. И буду расстилать ручник. Это очень прекрасно. И я всем телезрителям хочу пожелать, у кого родители в здравии, дождаться такого момента и обязательно организовать для них такой же праздник. Считается, что супруги, дожившие вместе до золотой свадьбы, являются настоящим благословением для своих детей, внуков и правнуков. Их мудрость и любовь станет путеводным маяком для родственников и близких друзей семьи. Кстати, праздновать свою изумрудную свадьбу через пять лет Чита Птичкиных также планируют в городе Бресте. А в этом году их ждет еще одно важное событие – венчание. По их словам, это таинство – ритуал особый, который станет одними из самых главных в их семейной жизни. Это только благодаря Богу мы прожили 50 лет. И мы счастливые люди, потому что у нас есть дети, сын, невестка, у него семья хорошая, внуки, родственники. И желаем всем, всем людям любви, 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 здоровья, здоровья, здоровья. Радости, радости, радости. Это самое главное в жизни. Виктория Трогобецкая, Витархалявка, Дмитрий Лазарщук. Специально для итоговой программы. Ярким событием в культурной жизни нашего города стал прошедший в Бресте концерт популярной украинской группы «Океан Эльзы». Многократно признанные публикой и критиками как лучший рок-музыканты СНГ и Восточной Европы в очередной раз приехали, чтобы порадовать брещан живым исполнением новых композиций и ностальгических хитов. В год юбилея группы, с чем и перекликалось название концертной программы «Все буде добро», музыканты презентовали публике настоящее шоу. Поклонники тоже не остались в долгу. Тему продолжит София Бережная. Уже давно не секрет, что знакомые украинские мотивы, лирические и зажигательные, пронзительные и близкие каждому словам многочисленных композиций, принадлежащие авторам, талантливым и за многие годы доказавшим свою индивидуальность, музыкантам группы «Океан Эльзы», вызывают особые эмоции у брещан, причем не только у давних поклонников их творчества. О том, что эти исполнители завоевали любовь брестского зрителя, в этот день красноречиво свидетельствовали собравшиеся перед ледовым дворцом люди. Быстрыми темпами наполнялась и арена. Многие брещане, это заметно по количеству уже собравшихся за долгода концерта людей, находятся в предвкушении настоящего праздника и феерии. Одна из самых любимых берестейцами групп приехала специально, чтобы порадоваться исполнением новых композиций и старых хитов. 20-летний юбилей украинские музыканты решили разделить с верными поклонниками, и в очередной раз взволновать, вдохновить и напомнить слова, ставшие для многих девизом «Все буде добре». Услышать любимые песни съехали с любителей творчества украинской группы из разных уголков Беларуси. Юбилей – повод значимый, а значит, следовало ожидать от музыкантов насыщенной и яркой программы. Это славянское происхождение, на украинском языке разговаривать. Мы очень любим Украину, у нас много друзей из Украины, и мы вот вообще прям… Мы же белорусы, мы всех любим. Я пришел на концерт «Океан Эльзы», потому что мне нравится. Я не пришел в прошлый раз и очень сильно пожалел. Очень нравится репертуар. Да, всегда ходим, когда эта группа приезжает. Что особенно в песне? Ну, смысл, не смысл. Почему много людей? Особенно, ну, смысл, конечно. Смысл есть, тексты очень красивые, такие песни всегда разные. То есть каждый для себя находит здесь какую-то свою песню. Я не первый раз, но испытываю постоянно новые-новые эмоции. Ожидания зрителей оправдались. Музыканты в этом году подготовили для белорусской аудитории множество сюрпризов. В программе концерта прозвучали свежие композиции, которые, несмотря на новизну, смело подхватывали и подпевали зрители. С восторгом и радостными аплодисментами встречали и самые главные за всю историю популярные украинские рок-группы хиты. Музыканты в этом году. Вернувшиеся совсем недавно из тура по Америке музыканты признались, что каждый раз с особым удовольствием выступают на белорусской земле. И ежегодные визиты с концертами в Брест это лишний раз доказывают. Музыкальная программа, представленная в этом году брещаном, была разнообразной и, что немаловажно, наполнена эмоциями и драйвом. С сцены прозвучало немало песен, посвященных Украине, вдохновляющих и напутствующих композиций о жизни, о людях. Известный хит «Золой неочи», который вокалист группы Святослава Корчук посвятил белорусским девушкам по его признанию самым красивым, стал для публики настоящим сюрпризом. Приятно удивило и исполнение белорусской песни «Косюясь конюшину». В ней музыканты постарались передать свое восхищение красотой Беларуси, в том числе и ее жемчужиной Беловежской пущей. Океан Эльзы славятся еще и большим арсеналом лирических композиций. Многие из них музыканты в этот вечер посвятили брещанам. Потрясающее впечатление. Я была в прошлом году, мне очень понравилось. Решила в этом году прийти. Просто потрясающе. Мне очень-очень нравится. В Минске сейчас нет его концерта, он последний выступал. Раз выступал в Минске в декабре, мы специально приехали в Брест на его концерт. Как нравится. Очень. Шикарно, все супер. Как и в прошлый концерт, ждали долго, но вышли и все волшебно. Невероятная славянская мелодичность в сочетании с мощной роковой энергетикой, присущей каждой композиции группы. Вот что отличает их творчество и завоевывает симпатию зрителя. Пластинки этого коллектива всегда вызывают резонанс, а живое исполнение воспринимается интересно и завораживающе. Музыкальная программа, которую подарили участники группы Брещана по случаю юбилея, а также живое общение с публикой останется приятным воспоминанием, как для молодых поклонников, так и для тех, кто следит за творчеством исполнителей не один десяток лет. А главная мысль, которую хотели донести до зрителей украинские рок-музыканты своим концертом, как важно в непростые для Украины времена, всем славянским народам быть вместе, вдохновляюще подействовала на белорусов, вызвала небывалую поддержку. София Бережная, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. В студии работала Виктория Саченко. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok